Нужно то, чтобы решение принять за срок, прошел голосовать. Можно? Вот так проходили заседания депутатов законодательного собрания первого созыва. Никакой электроники, ручное голосование. Строили законодательную базу практически с чистого листа. Ни опыта, ни юридической практики. Но споры были жаркие. Как вспоминает депутат первого созыва Александр Зелепухин, каждый старался помочь в своей территории. Каждому району хотелось немножечко чуть побольше взять. И даже так, раз депутат, ты там немножечко проголосуй так, чтобы нашему, к примеру, Беляевскому или Адамовскому району давали побольше. Все же рассчитывалось, исходя из площадей, исходя из нужды, исходя из того, что необходимо. Но тем не менее, когда даже избирать, ты там смотри. Второй созыв – активная работа с федеральным центром. Тысячи нормативных актов, среди которых главный – новая редакция устава Оренбургской области. По этому документу регион живет и сейчас. Третий созыв – акцент на законы социальной направленности. Начинают разрабатываться инвестиционные программы. Каждый четвертый нормативный правовой акт затрагивал вопросы экономической политики. ЗАГСОП четвертого созыва – серьезные изменения. Увеличение срока работы депутатов с 4 до 5 лет. И парламент впервые формируется по смешанной системе. Депутатами становятся по партийным спискам и одномандатники. Но главное, что отмечают все – парламент становится открытым. Начинается общественное обсуждение законов. Огромное количество выездных заседаний комитетов, проведения круглых столов, депутатских слушаний, заседаний накануне официального заседания, пленарных заседаний. Вот, наверное, впервые законодательное собрание вот так вот распахнуло свои двери для всех желающих включиться в совместную работу. Новые времена, новые правила, новая работа. Нынешние депутаты более мобильны, готовы немедленно реагировать на изменения ситуации. Но все, что есть сегодня, несомненно, основано на опыте прошлых лет. Наработалась определенная правовая культура, наработалась определенная культура дискуссии, принятия решений. И главный итог – то, что Оренбургская область развивается. И развивается, в общем-то, в правильном направлении. Юрий Мишанин, Виктор Гошенев. Наше время.